Здравствуйте, это экономика симптома. Никаких сухих цифр и новостей без контекста, только самое показательное и действительно влияющее на нашу жизнь. Главные экономические тренды недели прямо сейчас. У тепличного комплекса индустриальный, который власти края захотели продать, появился потенциальный новый собственник. Это вовсе не агробизнес, а сибирская генерирующая компания, она поставляет тепло и электроэнергию. Все потому, что СГК интересуется овощным бизнесом, поскольку она уже снабжает его теплом. Сейчас компания просчитывает, сколько нужно вложить в индустриальный, хотя пока неизвестно, из-за сколько его могут выставить на торги, оценки еще не было. Пока примечательных моментов мы здесь видим два. Во-первых, могут спасти одного из лидеров рынка овощей. И вообще, сам приход такой сырьевой компании в агробизнес. Это во-вторых. Зарплата алтайских бюджетников, врачей, учителей, работников культуры в начале 2018 года выросла на 20-25%. Это официальные данные Алтай-Крайстата. Почему выросла? А потому, что на федеральном уровне постановили увеличить минимальный размер оплаты труда. Можно порадоваться, если мы не одно «но». Зарплата выросла, а вот число медиков и учителей в крае резко сократилось. Власти говорили, что сокращения будут из-за необходимости повысить мрот, и вот они случились. По образованию более чем на 3600 человек, по здравоохранению и вовсе более чем на 5000. Итого, свыше 8000 человек оказались или на рынке труда, или где-то, возможно, просто возник дефицит кадров. Это о том, что неплохо бы владеть полной информацией о явлении и его последствиях, а не только о том, что выросли зарплаты. А теперь традиционный разбор одного экономического явления. Центробанк объявил, что снял мораторий на повышение ключевой ставки, то есть в теории она вполне может вырасти. Почему это важно? Потому что именно она, ключевая ставка, является индикатором процентной ставки по кредитам для жителей страны. Когда она была 17% три года назад, и кредиты выдавались от 20% и выше. Сейчас ключевая ставка 7,25%, поэтому пока вполне реальные ставки и до 10%. Пока. Мы решили выяснить, насколько это и другое подталкивает людей к крупным покупкам. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, потребительские планы россиян в 2017-18 годах превысили уровень 2014-го, до кризисного. Вот результат в диаграмме, ее опубликовал Центробанк. 2018 год выделен красным, и мы видим, ремонт в квартире планируют 17% опрошенных, 15% хотят совершить турпоездку. Далее по популярности автомобиль, образование, смотрите какой высокий скачок, с 3 до 10% за год. Затем квартиры и мобильный телефон, куда без модных гаджетов. Такую уверенность вполне можно связать с тем, что люди хотят больше тратить и устали экономить. Мы опросили жителей Барнаула на улицах, чтобы убедиться в их потребительских намерениях. Оказалось, что многие, 65%, уже делали крупные покупки и собираются еще. Купил ноутбук за 85 тысяч рублей. Лимон делал. Квартиру купили в прошлом году. Это крупная покупка? Это очень крупная покупка, да. Единственное, что только принтер и все. Телефон. Ноутбук. Да. Крупные. Машину. Сыну. Но за счет чего покупки? Резкого скачка доходов населения в 2017 году не наблюдалось. По данным Крайстата, рост чуть выше 1%. Это почти погрешность. Дело в кредитах. Как мы помним, в 2017 году рост выдачи в Алтайском крае составил 30%. Платежная дисциплина же осталась на уровне. В Банке Восточной, например, кредит выдают по ставке от 9,9%. Как организация, которая непосредственно работает с финансовыми гражданами, мы отметили рост интереса к кредитам. На данный момент жителям Алтайского края выдали на 30% больше кредитов, чем годом ранее. К тому же на 15% вырос средний размер кредита. Это говорит, что россияне и жители нашего города, в частности, очень ответственные заемщики. И банк идет навстречу, предлагая более выгодные условия. Средняя сумма кредита в Алтайском крае выросла с 80 до 103 тысяч рублей. Банки стали предлагать более выгодные условия, как в плане процентной ставки, так и суммы кредита. Не только 100, 200 тысяч, но и свыше миллиона, и даже до 30. Крупные суммы банки выдают под залог. Это распространенная и проверенная практика по всему миру, но в России пока не совсем привычная. Чаще всего залогом выступает недвижимость или транспортное средство. В банках говорят, опасаться того, что имущество окажется в залоге, не стоит. Он нужен банку как гарантия серьезности намерений клиента, при этом не переходит в собственность банка. То есть после оформления кредита, скажем, под залог квартиры, вы продолжаете жить по прежнему адресу, только уже с красивым ремонтом, новой мебелью. А если залогом выступает автомобиль, то вы будете продолжать ездить на нем. То есть абсолютно никаких ограничений на залоговое имущество не накладывается. Кредит под залог может помочь в развитии, считают финансисты. Например, для важных покупок и ремонта, или для серьезных изменений в карьере и профессионального роста. Какими бы ни были цели, для них всегда есть средства в Банке Восточный и его ближайшем к вам офисе. Ставка от 9,9% годовых. Редкие и крайне привлекательные условия. А закончить хотелось бы словами из сообщения мэрии Бийска. Власти Наукограда напомнили бизнесу о чем-то очень важном. Позже объясню, почему нас это заинтересовало, но сначала просто послушайте. Напоминаем работодателям, что для работников небюджетного сектора экономики минимальная заработная плата в Алтайском крае установлена с 1 января 2018 года в размере 10 702 рублей. Районный коэффициент в состав МРОД не входит. Его необходимо начислять дополнительно. Четыре месяца назад власти края и городов сами узнали, что минимальный размер оплаты труда не может включать в себя районный коэффициент. Это такая доплата за жизнь в суровых сибирских климатических условиях. Он должен начисляться сверху. И то об этом чиновникам рассказал и постановил Конституционный суд России. Но они уже радеют за то, чтобы бизнес тоже делал так. Но посмотрим, насколько власти сами будут это выполнять. Увидимся через неделю. Счастливо.